Музыка 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 Исследователь Музыка 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 Это символы, которые показывают, что они присутствуют здесь, а символы еще из времена старого Египта, от жреца в Египте до дальнейших временах. И кои сути символы? Эти символы с вам пирамидами, конечно, зарублена пирамидами, которую вы имеете на доллару, но и, например, пирамиды. Видеете, где их все и как их распоряжены. Затем, тут и обилисты. Обилисты су распоряжены на всех ключах на месте Нового планета. Главные обилисты су на Святом Петре у Ватикана. Он из старого Египта. Главные обилисты не обилисты из старого Египта, но это связано с продавцами до Ватикана. Исто это важно для обилисты на галисийском поле в Паризе. Исто это важно для обилисты после пожара в Лондоне. Исто это важно для обилисты в Вашингтоне, который мы смотрим в Вашингтоне. То я вам сказал только некоторые. У своих книгах я набрала точно где все распоряжены. Например, у Гуэна с Аэрэсом. Я набрала и не трошу время. Один из лучших символов, которые присутствуют здесь, Астана, целый город. В Астане есть и пирамиду, и обилисты. Они не любят их, которые больше не любят, чем я не любят. Они говорят в обилике фалуса и это направлено так, потому что это упрощивает религию до конца. Все это вокруг нас, даже этот местный главный главный в Черной Горе, направлено на Ловчеве, на Цетин. Исто обилисты. А он не направил старого Египта. Он не получил. Но все делали как в старом Египте. И это они, в принципе, показывают, что, значит, масоны, и как они вмешались в целом. И сегодня я смотрел на телевизию под парока Европской комиссии. А Драдуш Калайц писал Европской комиссии, пока он был жив. Вы не можете верить, что он все написал, о том, что это люди. Все они масоны 33 степена. А оно что я часто говорил, и повторяю, это были полуписменные люди. Они были люди, которые были особенно в школе. Они были люди, которые любят нас, но они были люди, которые получили эти задачи чтобы сделать эти концепты как они там где-то говорили в группе Bilderberg, или Уреда Лобанья и Костут, и сличным организациям. Не рекомендую, что уложено, потому что я не желаю никого особо избежать. У всех случаев они состоят. И на несрещу, без организаций все слабее, потому что все скучно. Освобь Рот Титу, когда скучно коммунисты на торгове. Так вот сейчас уложатся. Так что они не могут быть особенным. Но они не нужны к качественным, а нужны послушности. И как у нас, вы можете стать магистром, а и магистр и министром. Доброе, Тиса Погреши, послушайте. Само так, что сте подобные. И та подобность важна за временем Йосипа Броза, когда люди окружили Совета Коммуниста, Совета Синдиката, Огландинской организации, из-за всех. И они само окружат так легко по этим функциям, а сад имате, рецепт, министра обороны, који био министра за ово, који био министра за ово, који био министра за ово, који био министра за ово. Огландинской организације, и да одне понућенне модели, који су люди, зашто су докторирали в вашим другим областем, који су нудили, водителјима, што би рекли, руководијокима, владарима, да уреде државу на најболи могучиј наће. Све то не постоји. Али је у свем у томе мисао највећи проблем, зато што је то све наћи да размишљима. Ми сви заједно има проблем у тога што нисмо свесни колико су мисли наћни. Мисли утичу на све. И зато та книга «Мисли Старе Космос», која је основа за ово вечера, заправо објашњава неколико јако важних феномена веќ за државићи. Једен је да смо сви мислино умрешани. Дакле, треба разумети једно за сао времена да смо сви мислино умрешани. Да не постоји неко на које ви можете помислите да није у вези са вама енергиској и мислиној. Значи, само ако постоји неко на кога не можете помислити, он није умрешани. Али, када добјете билокакву информацију о особи, онда имате прилику да се, како кажу овде Срби, конектујете, значи да будете у мрежи. Сви смо, сви смо ми заправо умрешани, како је 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 важно, я сам овде исто објашњњаво проз неке феномене, и сад нећу понављати то, како ми једни другима одузимамо энергију и сообштавамо энергију упрво проз тоју мрежу, како ми заправо, кад мислимо о неком, ако много људи мисле, на пример, ово што се догодило може и са тог аспекта да се обје. Ако вси мисле да ће се догодити урагат, он ће се догодити. Какле, дефинитивно, зато што та обједјења тих мисли, они су толико моћне, да могу и да заустављају, да заустављају, да коригују догодђе, али и да изазивају догодђе. Самислите колико би велика ствар било да ми учемо у школи колико су моћне мисле. Шта значи, и ово рецеће ће вам опет пример, Генадий Акове и Стеблико. Има методу за корекцију догодђа. Узмете и шта значи. Кад имате информацију, а он има и методу како да добије информацију, значи да је не добио са телевизији, не добио од система. Једностално има метод како да са одновот пример ради, да ће се догодити огрушавање у неком руднику, да ће доће до судара, возова, да ће пасти некий авион. То се радите ми. И доказује научно, и то је врво лако, упроверљиво, за све неке догађа које је он унапред знао, и објавио, и рекао систему, особо многим људима који се бави ванреднију догађину, рекујиму напреје што ће задоводити, и онда направи и то, и то, кад не коригуја, кад не утиће на догађа, и шта се догодија, а кад коригује, шта се догађа. Кад све је то. Хочу да кажу, ми је живемо у времену где већ владамо полако мислима, полако смо свесни тога, колико су намоћни мисли, а одда водимо раћуна о томе шта ће му мисли. Ако се се срећате, исто сам ту говорио, водите раћуна о својум мислима, в од од момента када сте свесни мисли, можете да разабирате које су позитивне, које су негативне, а одда само ако мислите позитивно, ви ћете изазивати позитивне догађа, пречићеје у намику, па ћете формирати своји позитивни карактера, а одда ће људи вазоживљавати као позитивну особу, и конаћно, као тајва особа ви ћете утицати на своју судину. И она што би рекла, отец Тадеј, како је се то мисли, како је је живо. Я сам после тог, за Тадеја је сам више година, нисам истраживо, али сам био у прилици да читам и његове книге, и негове говори, да слушам и слично, я сам сад виду да в Америке има све више људи који у својих книгама говори и исту тву речеју. Исто то што је рекао отец Тадеј, а ми све времео мислимо да је он наш, и да је први пут се сетио, а има неке книга које су готово иста формулација, али мислили и люди на другим местима. Ово је време освещивање. Време освещивање нама омогућава да да схватимо већ мноје те процеса и да према њима се поставимо како треба, и да водимо рачуна оправо томе на што све утиће. Кад се баве магиј, на трно-белу магију, црвену и слично, заправо то раде мислима. И када раде мислима, већ је дошли до тих метода, веће разразених метода за блокаду, црне магије, за отранје позверица, за спрећавање и слищата пари. Овако, то је в последње двадесета година, написане су већ хилјаде книгу у тој области. На овој планети, не само у Србиј, само један скуп људи који доказује да људи мисли, и да су спредни да мисли, и да је све једно што се догоје, које су спредни да менјају и себе, и да менјају стварносту код себе. Ми смо један од тих доказ за овакав скуп људи, али није то једини скуп. Я сам сусретао људе из разлићих земјан. Пре неке дани је био под мее човек из Аргентине. Са преводиоцем ми, ми смо фрићали о овој теми, а он је тамо човек који познаје, рецимо, Кастанеду и неке нихове филозофе и слићне сфере. Врлоје занимљиво колико може Аргентинац и Србиј да се разменју податке и да буде све јасно. Значи, није ово једини простор који прогледава и који се освеће. Јако је важно разумјати кога говоримо на што се утече у мисли, ми утечемо мислима и на кристале, али и кристали утечу на наше мисли. Ми утечемо мислима на билјке, билјке утечу на наше мисли. Човек, ја сам човек спремен ово, питао сам једного јуче ја мисли, једного човека, шта он мисли, да ли памћенје припада физици или метафицији? Он каже да је нестриман је за то, да уговори на то питае. Али пазите, памћенје, ако кажем да ово са је памтће, ако је ућемо у један простор па разишљемо шта то значи. Ако је билјка у вази, запамтила неко наше ју жућну развију, већ многи су свесни тога да је најболје ту воду и билјку остранити из просторије, зато што она запамтила то. Запамтила је негативно фреквенцију. Зато што вода памти, али и билјка памти, зато што је она више од 90-оста суштински водна. Али не памте једно и друго, треба схватити да фотони памте. Е ту починие ова прица која мора да се схвате и физићки и метофизићки. Зашто физићкки? Зато што ви кад идете до фотона морате да схватите чега је то део. Ако је то челие, ода из челие улазите до молекуле, и из молекуле долазите до атона, и за тоа збан до елеметарни четрци, до фотона, и ода је заправо капирате то. Если вы бросаете эту битву, то есть целый этот простор нынешний, тогда нет больше информации на том просторе. Что это опять означает, когда мы начинаем думать? Это означает, что все это делаешь. Это имеет свою внутреннюю часть, и это, как я сказал, в своих книгах, то есть внутренний ум, то есть секундарный ум, и он премарный ум, которого мы все вместе делаем. Если говорить о премарном уме, мы можем говорить о космическом уме или универсуме. Универсум из-за того, что это ум, или о умной энергии, или о Богу, или о световом духу. Как угодно назвать их, поле нутной точки, Акаша, Матрикс, Веста, Празднина, Тау. То есть все эти вещи, они имеют для того, как у нас общий ум, но у меня есть ум практически в души. Душа, психика и ума, и та компонента, мы все народно заградывали, та компонента памятного. За мной будут идти информации, которые связаны с тем, что я в току жизни стисал, как и свои искусства. И они будут идти со мной, как исходят с цветом, с цветом, или с водой. Это очень важно. Это важно, конечно, для животных. Мы бездушны против животных. Многие ветеринари не знают и кое животные имеют душу. Это говорит опять о нам, о недовольной осветочненности. Когда вы имеете одну животную, которая имеет мозг и сердце, вы уже должны знать, что оба подсистема есть здесь и что есть душа. То есть, где угодно есть мозг и где есть сердце, здесь вы имеете и эмоции и эмоции. Для животных, вы имеете эмоции на некотором движении, и научно показано, что животные ощущают, когда они переживают стрессы, когда уйдут в позицию, когда они не любят, когда они имеют намер. А не говорим о животных. Сколько животных в этой сфере написано в книге о том, книгах, которые больше знают животных, это говорит о том, что животные имеют душу, а когда имеют душу, тогда нужно быть душевными и проводить о том, что они имеют душу. В этой методике вы можете влиять на животные, и они сделают то, что целе на умире. Как у нас есть женщина, я вспоминал ее, она Брайтенбаум, которая коммуникает с животными, не имеет мису, и она, и она, просто, одни из этих писарок из фильма, которые можете найти на интернет, она, например, от лапа, не могла украть, она просто стала коверной, и спросила ее, мису, спросила ли у него, мой проблем, зачем он зао, зачем убил, все вокруг себя, и она дала им все эти информации, Она говорит ей о чем он так, как он переживает, что все произошло с ним в жизни. И она, когда им это приняло, а не знали, не знали, как это решить о том, она спросила ли это так, испособили ли это все так. И она ему сказала, опять же, если изменится, то ли он будет хорошо. И он обещал, что будет хорошо, после того, он был дополнительно другой. Но и они изменяли свои отношения. Почему вам эта история? Эта история не знала, не знала. Неки знала, какой профессор, доктор, все это за раниш, а еще против Ионац, и он еще занимается воином науками, а пуховник, и сейчас он говорит о животных. Но верите, когда мы не понимаем существенное животное, мы не можем ув Dass ребята, сколько мы помним, не знали, что из контролируется, не знали что это психосоматике, не знали что работаем с собой, не знали что всем работаем на самом деле, не знали что все болезни, ведь, чем больше 80%, болезни, что над нашей мыслью, что мы сами забрели себя, да мы с своим миром можем себе подести, мы можем себе из себя как мы можем, чтобы мы умеем свои организмы, и да завернемся, и отзравим твои организмы. Из-за того, чтобы мы с вами не могли бы а время, Время я учусь в ту фазу, когда мы знаем достаточно о своих мыслях, достаточно о просторе, достаточно о времени, все это не изображено, как у меня, мы начнем учить о мыслях, мы учимся в школе учим о мыслях, мы учимся в школе учим о души, чтобы сделать что-то с собой во время, чтобы не было урагана, землетреса, чтобы не реагировала природа на наш веточный приступ к животу, потому что мы не думали о том, что мы не думаем как нужно, потому что мы, которые самые опасные на этом планете, то есть самый опасный человек на этой планете. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У меня пришли на песнику, да знаете, у меня в общем, сколько има притупа, япо смешно. Первый господин. Первый господин. Грязинец. Я си Гордана Цепић из Эмона, и сейчас я хочу одно духовное питание, что касается тема. Мы были такими случаями последних пять годин, где наш лидер говорил в нашей общественности что нам прекрасно, что нам хорошо, что нам все хорошо, что нам все лучше. На что они влияли эти слова? Может быть лучше, может быть лучше, где ты говорил Грегор, или просто у нас… Продолжение следует... да, спасибо. Вот. Субботник, и у меня есть фоскар, и вот это и начало, и вот это, и вот так, и вот так, и вот так. Значит, что мы думаем? О, ну и ураган, если мы думаем на нашу добро, кто это пришло, говорил Филова… Не можем ли так думать? Много требует... Можем даже предупредить как мыслить и как объединять энергию мысли. Но я могу вам это сказать. Есть один феномен, он называется «повертовный прозор». Волим, что сука это говорили. Мы, Сраби, это простыше. Мы говорим, что это метода кувания жады. Да, да. Они постоянно говорили медицей, так что это хорошо. А вы думаете, что нет. Мы снова возвращаемся на гей параду. И сейчас вы имеете гей параду. Впрочем, мы были против этого. Наполе было СССР, Гаврилович. Он участвовал в том, что он хотел бы быть. И он лично. Неки водки су носили. Побили се с полицией. Са что су радили? Само да не уйде та популяция у систем, который Сраби переживали как немораловый. Систем, который Сраби переживали как декадент. То, что у колизи с нашим менталитетом. Были годины, были сукобы на улице, но они постоянно говорили о том, что не владельцы организации срабатывали свои работы. Всегда добивались свои работы. Власть была притиснута от страны Запада и Европы, Европы, Европы комиссии и так далее. И они постоянно говорили о позитивных вещах таких группировок между нами. Мы, первое, это не было никакой. А мы временем обуглили на эти вещи. Сейчас они больше не будут шатить один год. Они будут шатить два раза. Они будут шатить два раза. По тому, что войска Сраби Олепа работают чаще. Это все начинающие, чтобы народ практически принимать нечто, что не пропадает. И за эту олепанную методу они знают, что они работают в шеи, 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 шеи. И вот, когда вы приходите туда, и на краю вам указаны в закон, чтобы вы должны принимать, чтобы вы получите, например, брак из этого пола, и женщины, и женщины, и женщины, и так далее, и так далее. Вы уже не отвечаете на это. Вы сейчас, когда вы думаете, когда вы думаете на какой-то олепом, русский срб или србин бульгарист, или я уже был бульгарист, я уже считаю, как говорят, одновременно. Прости србин. Прости србин. Так же, у вас есть два молодца, которые ушли в браке, и они получат детей, которые получат ребенка, которые будут учить их вместе. Они получат ребенка. И получат ребенка. Как и Дубавицы, что они учатся, что они ему говорят, что это любовь. Он никогда не узнает от этих двух мужчин, что это действительно любовь. Они знают, что они думают, что это любовь. И это начинает целая драма нашего mentalитета и нашего морала. Видите, никто не смеет ни до этого. Он не смеет историку, потому что это ограничено. А сейчас у нас есть, например, мапа Европы, у которых есть государства, которые принимают инцест. И сейчас у нас есть такое... Когда вы учатся на то, что инцест нормальны, они легализуются, уйдут в закон, и не смеете говорить ни о инцесту. А новые generации... Чем вы их воспитали? Что учат их учат? Учат их воспитачи, что сейчас уже работают. Ночь Вестница. У них есть в роте, ноть Вестница. Чему мы говорим? Нема ни позитивного. Никого не говори о анджелинах. Все говори о джаволинах. Символи су джаволи. И они, председники держава, присутствуют представами, как было открытый тунел в Швейцарской. Представа была полностью satанистическая, с рогонем и целая драма, у кого никто не скажет, что это не что ни вредит. Это значит, что придобить лидский род за ствари, которые до сих пор были невероятны. Да вам искренне скажем, что джаволина на народе и между остальным моралом. Что значит джаволина? От подстанья, и народ откуда существует, он гаи на какие цивилизации, моральные, кутуровые нормы. И сад одновременно, мы находимся в 21. веке, вместо того, чтобы быть моральнее, чем в предыдущих временах, мы находимся выше, от плавих маймун. Плави маймуны су культурнее. И не только плави маймуны, многие животные су много культурнее от человека. Многие животные знают за любовь, и знают, что они стоят за другими, приводят за другими, и родятся за другими. Здесь у нас, мамы оставят, не все, естественно, и таквы, кои остаются код контейнера. Мы говорим о том, что не смеет у некоторых народов, что не смеет это удостанет от своего морала. Это нечто что стихнет на тысячи годы к дековам, но не смеет преко ночи да не смеет, и да се допустит, и да таково нечто поменит. Такое, они работают своё послание, политичари работают по-моему, это не свободная, это оккупирована страна от 5. октавра до 20. година, и по мне нужно, чтобы прозвать, говори одно, а другого, и что одно случается, и что одно случается, и так. Для меня это абсолютно природно, потому что оккупированные люди работают по-моему, что им наложили. так, 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 спасибо вам, не хочу спитать за први дел, но дозволите мне да спитание по-моему, Владислава Labата, который занимается с личными системами которые у интеракции с различными сондами, это какое-то связи с нашим историей, и мало кто знает о витезове огненного ряда, которые знали чтобы защитить народ, несколько временов как Тесла, и это основа, а главный вопрос как понимать терминалную фазу силы и как защитить себя. первое, Владимир Ромлева, лабата, я знаю лично, они правили наши символы, редковные государства, государства. Мы носили свои символы и на животных, и на шапках, и на шапках. Я знаю его рак, не знаю что вам скажу, есть негативные вещи. Что сейчас? На мою незречу, одна из наших родителей купила камень код нега, и никто не спасал от этого. А это не значит, общий влияние как было код нега, он не он един человек который говорит например, это что дает, это и это с пурпурным не это не 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 а не а не 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 а не не это не а не а А если вам кто-то скажет из лекаря, что нужно пить леково до конца живота, то это не вероятно, потому что это не вероятно. Но он уже, прежде всего фармацевтической техники и салатова, как и умрежена медицина с фармацевтиками, он вам учет так и в школе, и так надо работать. А на вероятно, что есть один лек, и вы верите на то, что вы верите. Не требует нищего капсула, но вы верите, что он вам поможет. Это важно и за мою несвестную Бретанику, которая не веровала, что камень, который был опран на Фрущли-горе, что он не поможет, и после того, что она купила камень, никакого повышения нет. Но я хочу вам сказать, на том примере, пурпурная плача, если вы верите, что вам поможет, он действительно поможет. Значит, из всех ушей человек верит. Почему это важно? Потому что вы уходите в один невероятный лекарь, который природный, он космический, он опять Божий лекарь. А то есть, желаете нечто? Что вы желаете? Это значит, что человек, который отшел от Владимира Ровньева, Лабата, который отшел от него за помощь, он се отворил. Он открыл свою душу. В тот момент, когда он открыл, с ним можно работать что угодно, он требует помощь. Значит, человек не требует ничего работать с человеком, который не требует помощь. Но если вы хотите вам помочь, то есть, что Греки, если вы не поможете. То есть, когда вы желаете, вы отрекаете там, и вы створили что-то. Если вы уже получили эту помощь, тогда вы должны иметь волю. Это другая карита. Вы должны иметь волю, чтобы вы издрелить в то бене. Лекарь будет вам сказать, что это пить, например, месяц, дана и просить. 40 дней. Просить вам. И вы имаете волю, 40 дней, чтобы вы пить твой лекарь. Если вы прекратите в 35-е, вы уже думаете, что вы поврешили. Он сказал, что 40 дней, а вы 35-е. Он сказал, что я опять должен быть к ним. Я опять должен быть к ним. Я опять должен быть за 40 дней. На самом деле, важно, что другая карита водная. Многие люди не имеют волю, безвозные. Безвозные, безвозные. И они приходят в одно психологическое состояние, в том числе им нужно помощь, потому что они уравнивают. Нища их нет. В состоянии апатии. Потом есть третья вещь, это вера. Без веры или невозможно, есть что-то. Веровать в себя, первое. А потом веровать и в том числе, после того, что вы пришли к тому же. После того, только доходит одна главная фаза, которая сейчас учится в шмол, который работает Никола Тесова целый жизни. Она называется «изуализация». А еще можно сказать, что это создание mentalной представления. Что значит, опять, когда мы возвращаемся на лапат, что-то не было ничего против этого человека. Совсем позитивно живем. Как бы человек, который хочет что-то сделать, и что-то другой. Всего человека, который показал свою оригинальность, очень ценен. То есть, спасение владельца до лапата, от Горана Марьяновича до любого. Все это уникативно. И это похвало, что это уникативно. Потому что все хотели бы мы все вместе, и все мы живем в одном из другого, и живем в одном из цилила. Это система желает от нас. Но эти люди, они уникативно. Сами-восвестные люди, вредные, работают все, и сейчас только вопрос о другом, и не умер, коммуникация. И когда создается идеальный цель, я могу сказать, идеальный цель, я опять же вспоминаю, когда я тут Мириана Гилич. Тут есть один человек, между нами Живород Михаил Словицкий. Когда я вспоминаю, половина их готова за напад. Один из того, где сам нега нашел? Он в белой множественной секте. Он в боге. Нет, здесь есть речь о том. Человек се занимает одновременность кое-како является исцеливание души. И это очень значительно, потому что нет другого. Нет, нет другого. Когда уходишь от психолога или психиатра, он не будет говорить вообще в души. Не будет упасть на память душа. Мы имеем человека кое-како знают эту душу. У нас есть близо 40 книг, а не прежде всего, 40 книг, но я знаю, за наимене 36, 37 книг. Говорим о о оригиналности людей, и ты, когда уходишь к нему, и а кому веришь, не имеешь никакого права. Так что мы можем сделать? Как можно? В первом, вы все сейчас показали, в Велоском, что вы желаете что-то защитить и от системы, и от всех, и от всех, не биться бы сюда, когда вы думали как системы. Такое. Здесь не делается системы. Не. Здесь не делается. Системы, можно сказать, академик, можно сказать, человек в школе. А системы вообще не делается. Потому что они страхи себя. Они в системе, они здесь, они здесь, из-за своей столицы, из-за своей семьи, из-за того, что нужно работать со своей семьей. И не смеют нищего, и на изборах все-таки, что-то, что-то, это система, согласен за все. Но, что-то, что-то не важно, это там. А теперь не ошибся. Ни если не ошибся. Академик, в то же время, махунда, и махунда. И в то же время, а не только, он будет прижать, поскольку он не費. что-то не делает это происходит. Такое, это первой… рейтинг. Это что Вы теперь сейчас делаете, что Вы сейчас делаете, делать эти вещи, где Вы находите, в каким-то образом создадите, или защитите из этого, Старисты и дали, например, настойте да васпитате своему ребенку или никого, которому он любит, и при этом не губит. При этом не страдает. При этом не случится из-за того, что он думает своим главом. Это большой проблем. И сейчас есть много защиты. Защиты в энергии в сфере, это, у них нейтрализации. Например, отзрачения. Отзрачения су нейтрализации. Сейчас вам требует, чтобы знать, кто правил нейтрализации. Потому что люди правил нейтрализации потому что кто-то хочет обогатить. Одно знание вше время в котором нужно, то да ради и они штанцуют и отслачиваются между собой. Все из-за денег, конечно. И тогда, когда слышите, я сейчас не хочу проявить людей, я знаю имена, презмены, я знаю имена, презмены. Я знаю, брзо между собой. А они сделали, например, что можно помочь между собой. Я могу защитить человеку. Например, есть ГАМА-7. ГАМА-7 активации, нейтрализации. Русские научники это сделали для них. Они, пилоты, подмогнищеры. Они просто не могли сделать это. Потому что они научно пришли к тому, и они были как, условно говоря, проанализации. Когда мне рассказали о том, что они ставили внутри, я явно отстанем. От того, что они сказали, что они сказали, что они сказали, что он думает о мне, что он думает, что он думает, что он думает, что он не знает, и так далее. В магическом сфере, я знаю это, я могу сказать, темнику, я не знаю, сколько годов, это первый раз для него. Он был очень симпатичным, он был просто как защит. Он сказал, когда человек спросит как ты, он сначала начался защитой, а потом отборит. Он не знает, потому что, если вы не знаете, кто спросит, то может быть что ты вообще спросил. Почему можно? Например, молодые люди не спрашивают, что они в принципе у доброго. В памяти когда вы спросите когда он должен быть добрый, только если он болезнет, если он не может разрушить его то, он не может сказать, что он не сам если он не порядок, но он не может сказать, потому что старые люди не должны спросить, потому что они искренне после некоторых годов они понимают что они не должны ложиться, ни себя, ни другого, и они искренне отвечают. Когда он отвечает, он начинает начать в больницу. Он рассказывает о чем все боли, как они были, как они были операции, что они происходят с ними, то есть память из прошлого смысла того, что человек не может болезнет. Человек когда вы спросите как он скажет, что он болезнет, он все время думает на эту болезнь не позволяет своему организму самоисцветить. Он в великом бедаку, а вы спросите, он искренне. И сейчас он говорит, что у него есть в книгах, есть методы самозащиты, менталные, которые могут быть 24 часа, а некоторые длагороднее, а некоторые за все времена все зависит. Можете в этой сфере защитить. По мне наиболее защитить в России заборавление. Не заборавление. Нужно заборавить. Найфикаснее заборавить. Потому что вы пустите организм, что он сам работает, а он не самоисцветивающий организм. Не думайте на болезнь, и дали у организму соврешен идеи, соврешен условия. Я думаю, что еще при памяти не было. Первое. Нет. 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 И нет. Нет. Дело в том, что это влияет на духовность и негование духа, душевности и духовного возраста. Чтобы эта информация так сильно форсирована и потеряется контакт с людьми, потеряется мышцами, электромагнитами. То есть мы больше вибрациях между собой, чем вибрациях с машинами. Разумеется, мы все думаем из своей кожи. И вы так думаете, и я. И где нас болит то, а мы думаем, что мы остались в время, но иногда вы думаете, что в время вы можете остаться, остаться или прятать время. Но иногда мы должны понимать, что все процессы, которые находятся на предприятиях, программированы. И что мы не вовремя здесь случайно. Ничего не случается без разницы. И человеческий род. Сейчас давайте подумаем в имя творца. Я попытаюсь верить, что мне это была новая идея. Думаю, если Бог, а творца я буду называть Богом, потому что он имеет много различных именов. И если Бог свемощен и памятный, или толико из над нас памятный, он и в этом случае все процессы на предприятия. Иначе, если это не то, то это не то, то это не то. То есть все это предприятие. Лицкий род работает о том, что он работает. И сейчас есть только то, что ли мы с вами осознать? Что это наш проблем, и ваш, и мой, и мой? Речь о том, что дети, что бы сказали, что испили, мало же, а вы не знаете, что ли мы говорите ни одно вопрос. Значит, ни одно вопрос, которое нормальное. Немаете. Если кто-то пит... С вас речь, нища не питает деца памятного. Питает и глупости, кое-что. Если дети питает, что это мысль, а вы будете знать, что ли вы говорите? Как вы говорите? Если вы не знаете последний вопрос, и у вас есть это на интернет, это поделый фантастический привод. Говорит отец и качи, и он что угодно говорит, он питает ему почему. Что угодно говорит, он просто питает, что ли? И нища, что ли. А он говорит, и он говорит, что это не знаю, а он нам говорит, что ли? Зачем? Зачем? Све га пита. У чему наш проблем? Ми знамо да гаимо децу и да је чувамо. И чувамо децу да не падне. Видеете бабе, деде, маме, тате, са ом фазу, да и дете не падне. А да нешто га науче, да он после того има доволно предзнанья когда уђе код васпитачите. Да он већ има неко предзнанья кад је дошоо од родителја до васпитачите. А од од васпитачите кад је дође до учителјице, да има неко предзнанња које је добио и од родителје, а од васпитачите и тако далје. Овде је речо о томе да ми заправо не знамо отговори ни нашто, па ни овој, овој време у које се налазимо, технићки и технолошки смо морали да дођемо овде када. Дошли смо у односе мушко-женско. Я често тога сетим кад сам у автобусу, а женско кад није било у автобусу, оно је било сасвим друго биће. Од кад се ми гужвамо само, мушко и женско, ту нема никакогу достојанства. Ту нема нићега, ми смо једно с другу, ми се лепимо једно на другу, ту нема нићега достојанства. А замислите, вратите се у на времена где је била девојчика или девојка, била како принцеза. Није нихо смео да је приђу, нихо не смео да је погледа поприпа. Ја била заштићена потпуно, у неком времену, предпуно, а сад се овде гушва. И сад да не је прићамо, шта се све догађа у тим односима, шта се све може изродити. Али то је времену тако. и технологичные, они счастливы, что это происходит на планете, что у них много научных, и они все время создать что-то. А я опять, как теоретический из теории ратуванья, говорю, да, он будет направить на что-то новое, и это будет все употребление. И что-то, что-то новое создает, это будет все употребление. Но опять вернемся к новому, ведь вы действительно думаете, что творец не был доволен умом, что это не предвидел. И когда он предвидел, тогда начинает целая ратуванья. Мы на начале ратуванья, когда он предвидел, и предвидел и овыску. И предвидел и фазу у развития лужского рода, который называется «освещивание». Я уже 10 година пишу о «освещивании». Мы находимся в очень важном фазе, и я очень люблю, что могу говорить о том, перед вами, что-то, это сложно увидеть историю, историю лужского рода, которая ухожила, как можно изучить из-за одного миллиона у друга. Мы в 2001 году ушли на новые миллионии. Это сложно увидеть — это было так, как и было пред 1000 година — одна генерация пред 1000, а потом опять 1000. И в библийской притии Среди семи, например, в Библии говорят, что это очень младший мир, чем научно. Но в 2012 году, 21. декабря, улаз целого сучаевого система у другого, нового сазрщина. Прошли мы через центр галактики, через центр нашей галактики. Это значит, что каждый день меняется. А что меняется? Меняется фрекция, меняется энергией, меняется энергией на вас. Мы меняем. И уже есть доказы, научные доказы, что все изменилось в нашем организме. Как меняется наш сазр, как меняется и молекулы ДНК, что все случилось после 2012 года. То есть это. Но вы точно слышали, что мы ушли из эры в эры в эры в водоле. И это было в нашем времени. Мы на додернице две эры, эры информатики и эры nanотехнологии. И это вам и та ваша история о роботике. Видите, как это будет интересней. Врло брзо си се догадит. Ако не спремим наше детство. Прича не спремена как ми за эры информатика. Я уже не спремен за эры, а я не спремен за эры за эры. И прежде всего месяца дана я предоставил обновление. Чувствуете брука? Морам да скажу другим людям, не можете это делать. У всякого случая, я не предоставил заджабу и завершил школу. Заджабу я учил теории и работал с ограничивающими, все возможные решения. И сейчас, когда вы посмотрите воинную академию, вы показали как изготовили наши кабинеты. Увык там есть много техники, которые можно научить нас. Но мы идем прямо нано-технологии. Нано-технология не видела. Милиарду пута, сильнее, что бы мы говорим, от метра. Мы не будем знать что мы вокруг себя. Потому что мы можем видеть, что они вокруг нас могут быть роботы. Мы не знаем время, когда роботы правят роботы. Мы не знаем, что мы можем говорить? Мы можем учить детей, что я вам скажу, что вы должны знать информацию, это не зависит. Ни кто сейчас живет, дети это и знают. Мобильные телефоны, они работают все, что с техникой. Вы должны знать это. Вы должны знать, и мою, и всех, которые, как я, знают английский язык, не знают о том времени. Но оно что важно, это важно, спрямите себя за время нано-технологии. За ту эру, кое-каке есть при нас. Ако будут дети српские, а имају все условия за это, пре остальных ушла в ту теорию и практику, знали више от остальных, они будут подготовлены на функции, они получат их, они получат их на конкурсах, они будут идти по целому свету и может помочь своему роду, чтобы им не случилось, что нам произошло в 1999, и что нас ракетируют, и наши дети, чтобы нам пилоти будут Срби, чтобы нам, сколько зла нам нанесу, они, которые не сказали, не сказали, что нужно делать. Мы имам прилику, это важно за каждого на овој планете, и имам прилику да научимо следећу генерацију, и да учим и ми, све време, и не можем без знания. Значи, сваки дан се плача не знания, не одложим. Всаки дан ми непреседно плачемо незванје, незванје сањите, што треба само мајстуре, дођи овай, дођи овай, и на крају, все што си створио, изпаде да можеш дати неким другом, зато што си не способен, ни што не знаеш. Овде је речи о том, да је све теже живети. Имам стово, я реки право, имам ахала на питању, јер, јер едини наће је, заправимо, да ми нешто васпитамо, и заправимо прву генерацију васпитаних васпитањиц. Ода је то, значи, васпитање, још уутрове мајке, васпитање за време дојења, бебе, па, 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 па да ућиш култури, језику, и онда, кад предаш васпитање, васпитањице, она знаје да је да настаје. Ето то је је дође. Субтитры подогнал «Симон»